Готовь сани летом. Этой народной мудростью можно руководствоваться во всех делах подготовки к зиме и холодам. Как химическая технология помогает сохранять тепло в домах, говорим сегодня в программе «Качество жизни» с Людмилой Марченко. Здравствуйте! Сегодня у нас в гостях Артём Викторович Рухов, профессор кафедры химии и химической технологии Технического университета. Добрый вам день! Здравствуйте! Артём Викторович, без теплоизоляции не обходится ни одно строительство, и человек издавна подсматривал такие свойства у природных материалов и использовал их при строительстве и утеплении своего жилья. Почему химики-технологи взялись также за это дело? Ну, посмотрите, какая ситуация. Теплоизоляцию, вот именно как функциональный элемент, стали использовать так уж давно. А связано всё очень просто с экономикой, потому что все прекрасно знают, что сэкономленные деньги – это заработанные деньги. И когда мы с вами строим какое-то здание или какое-то для гражданского назначения, для промышленного назначения, то нам очень часто, в наших широтах, притребуется их отапливать. А мы прекрасно знаем, что чем лучше тепло уходит на улицу, тем, соответственно, больше нам придётся сжечь газа или дров, угля, для того, чтобы обогреть это помещение. Издавленные люди строили дома из древесины. И если сравнивать её с каменными постройками, то древесина держит тепло относительно хорошо. Есть такой коэффициент, который отвечает у нас как раз за то, как тепло хорошо у нас с вами проходит через стену. Называется он коэффициент теплопроводности. И у древесины он измеряется в диапазоне где-то одна десятая. Если мы берём с вами каменные постройки, то это в среднем где-то единица. Если интерес какая разменность, то, говорю, это ватт на метр на градус. Соответственно, из древесины дома всегда были теплее. И стена требуется намного тоньше для того, чтобы обеспечить такие же удельно-тепловые потери. То есть, если мы посмотрим старые дома, которые имеют бревенчатое строение, то это бревно? Ну, там не больше 20 сантиметров. И это, в принципе, достаточно. Если мы хотим получить такую же альтернативу из камня, например, из кирпича, то эта стена должна быть где-то в районе от 80 до метра толщиной, чтобы были точно такие же условия. Вообще-то, если мы с вами заговорили о тепле, то надо сначала разобраться, каким образом это тепло передаётся. Вот, смотрите, тепло – это одна из разновидностей энергии. Вот, при том не просто энергии, а энергии теплового движения частиц. То есть, всё, что нас окружает, всё время находится в движении. За счёт того, что они имеют некоторый избыток вот этой кинетической энергии. При том, если я сейчас задам уважаемым нашим телезрителям вопросом, что такое температура, и дам ровно 5 секунд подумать и для себя ответить, я думаю, что немногие смогут ответить. А я поясняю, температура – это мера кинетической энергии. То есть, если что-то движется быстро, то у неё температура высокая. Если что-то движется медленно, то у неё температура низкая. И многим, наверное, всегда было интересно в школе, может быть, и не только в школе, абсолютный ноль. И, кстати, иногда смотришь какие-нибудь художественные фильмы. О, пятый элемент. Пятый элемент. Один датчик говорит, что это тело нагрето в 5000, а другой говорит, что минус 2000. Не может быть такого. По одной простой причине, что не может быть температуры меньше абсолютно нуля. Если это в градусах Кельвина, это минус 273,15. По одной простой причине, что вот при этой температуре движение материи остановится. А нет движения, соответственно, нет никакой температуры. И ниже уже быть ничего не может. Я правильно понимаю, что нам тепло тогда, когда вокруг всё достаточно быстро движется, весь окружающий мир? Любой опыт может привести сейчас прямо у себя дома. Что мы сделали? Мы потёрли ладошки, мы передали клиентическую энергию поверхностным слоям нашей кожи. Тепло стало. Мы тепло, соответственно, выделили в результате совершения работы. Тем самым разворошив, скажем так, поверхность, слой кожи. И смотрите, какая ситуация. Тепло передаётся по-разному. Вот у нас, давайте начну издалека. Тот вариант, который вообще нас касается, поскольку именно представительство, это излучение. Тепло передаётся излучение. Вот, например, сейчас мы сидим и чувствуем, что от софитов идёт тепло. Это не теплопроводность, сейчас мы оденем, это не конвекция, это именно излучение. И основной источник тепла, который прилетает к нам на планету от нашего лично термоядерного реактора под названием Солнце, это как раз именно излучение. Если кто-то в школе помнит, то описывается это уравнением Стефана Больцмана, который говорит, что количество тепла, которое будет передано от одного объекта к другому, пропорционально у нас с вами температуре, разность температур в четвёртой степени. Кстати, работа тепловизоров как раз именно основана на этом принципе. Мы тёплые, у нас температура отличается от температуры окружающей среды, и мы излучаем. Мы являемся сейчас все излучателями, и когда что-то рассматривает тепловизор, мы как раз видим это излучение. То есть кто излучает хорошо, он красненьким покажет. Кто похуже, он, соответственно, там оранженький или зелёненький. Кто вообще не излучает, он там, соответственно, будет синенький. Просто прибор умеет воспринимать вот эти инфракрасные волны и их рисовать в том спектре, который я уже могу воспринять. Но излучение при именно теплоизоляции зданий, оно практически не учитывается. Следующее – это конвекция. Ну, например, вот на лыжке я подул, и мне чувствуется тепло. Вот, это перенос у нас с вами тепла, движущийся потоками. Конвекция у нас с вами может быть естественная. Пожалуйста, дома, сейчас, конечно, уже отопительный сезон закончился, но зимой руку поднесите над батареей, и вы почувствуете, как ветер дует. И многие начинают бегать, а у меня где-то в окошке дует. Ничего подобного. Это, естественно, конвекция, холодный воздух засасывается под батарею, нагревается и поднимается, соответственно, вверх, и появляется циркуляция воздуха. И тепло переносится в результате этой циркуляции. Но когда мы с вами говорим о зданиях, когда мы с вами говорим о теплоизоляции именно зданий, здесь в основном перенос тепла за счет теплопроводности. То есть, когда материал имеет непосредственный контакт. И мы со школы, да какой со школы, с детства знаем, что разные материалы по-разному проводят тепло. Классический пример, который приведен в учебнике физики. Можно взять, зажечь спичку и спокойно держать в руке. Так как древесина очень низкая теплопроводность, здесь горит огонь, температура достаточно высокая, там до 600 градусов может быть. А здесь я держу в пальцах, и все в порядке. Но если я возьму стальный гвоздик и попробую его точно так же нагреть, то удержу его недолго, потому что он мгновенно нагреется, потому что у него высокая теплопроводность. И вот, соответственно, если у нас задача сделать теплый дом, то наша задача как раз вот и заключается подобрать материал с минимальным вот этой теплопроводностью. Древесина хороший вариант, хороший вариант. Глина. Глина не очень хороший вариант, как и в принципе все остальные у нас с вами, как натуральные, так и искусственные камни. По одной простой причине, что если сравнивать, например, древесину и камень, то разница будет по коэффициенту теплопроводности приблизительно где-то в 10 раз. Ну, от 5 до 10 раз. И когда люди стали строить каменные жилища, то сразу стал огромный вопрос о том, что их надо каким-то образом утеплять. Металл вообще для этого не подходит. Если что-то построено из металла, то там очень нужно активно подойти к вопросам утепления. Сейчас, кстати, на эту тему отдельно поговорим. И вот идем дальше. Это твердые материалы. Есть еще жидкости. Например, вода. У нее коэффициент теплопроводности примерно такой же, как у древесины. Но есть еще одна среда, которая нас с вами окружает. Это воздух, газы. Вот у газов самые низкие теплопроводности. И если мы с вами говорим о тепловых изоляциях, то их секрет, их фишка заключается в том, что они тепло, у нас, скажем так, пропускают хуже не из-за того, что они сделаны из какого-то волшебного материала, а из-за того, что внутри этого материала находится и удерживается воздух, как раз именно воздух, находящийся в теплопроводностиционных материалах, что вот здесь вот минеральной вате, что вот здесь я принес кусочек поролона, вот именно он и выполняет функцию того самого барьера, который в разы, даже не в разы, в порядке увеличивает у нас с вами... Ну, вообще, конечно, парадокс, что воздух, который нас окружает повсюду, который активно также передает тепло, и в то же время тепло это способен удерживать в наших помещениях. Здесь какая ситуация? Здесь особенностью заключается в том, что у него именно низкий коэффициент теплопроводности. Я же, например, если прыгну в бак с кипящей водой, наверное, сварюсь, но при этом я могу стоять в нескольких метрах от костра, и со мной ничего не происходит, потому что воздух очень плохо проводит тепло, при том я больше схожу. Например, вокруг нашей планеты есть очень интересная область, которая называется термосфера. Вот в этой термосфере температура 1500 градусов. То есть у нас, вот наша температура, где мы живем, потом по мере того, как повышается уровень у нас, температура падает, где-то падает до минус 80, потом начинает снова расти. Потом начинает снова расти, там, где находится озоновый слой, там температура где-то в районе уже нуля градусов, потом у нас все выше-выше-выше температура растет, и наступает такой участок 1500 градусов термосферы. Но это никак на нас абсолютно не влияет, потому что газы плохо проводят тепло. И вся идея, например, теплой одежды, почему, например, шуба теплая, а какая-то брезентная куртка нет, все очень просто. В шубе, вот в этой шерсти как раз и находится воздух, задача которого и плохо пропускать тепло. Он абсолютно, вот многие думают, что вот если что-то теплоизолировать, и тут абсолютно все защищено, и ничего с ним не будет происходить. Всегда теплообмен существует. Только мы его с вами можем либо интенсифицировать, либо наоборот заглушить. Вот теплоизоляция как раз и выполняет такую функцию. И люди применяют огромное количество материалов для теплоизоляции. А я все время несу одну простую тезис. Нет в современном обществе ни одного материала или изделия сделаны без применения химической технологии. Мне кажется, сейчас можно сказать, что вот эти все образцы, которые принесли к нам в студию, их объединяет одна общая деталь. Они у нас являются накопителями воздуха. Да, абсолютно верно. Все прекрасно знают вот этот материал, который здесь вот я привнес, в виде маленького кусочка, пенопласт. Пенопласты бывают разные. Пенопласты бывают, вот то, что я в руках держу, это беленький такой пенопласт. Все его знают по упаковке. Вот я как раз раскалю, покажу вот эти вот пырышки. Я надеюсь, что не буду его пилить, потому что некоторых сразу вызывает такое ощущение. Это полистирол. Если самым уважаемым телезрителям это ничего не говорит, одноразовые стаканчики, одноразовые вилочки, одноразовые тарелочки, это как раз этот материал. Но его специальным образом расплавили и, грубо говоря, накачали воздухом для того, чтобы он спенился. Притом, поверьте, здесь ничтожено его количество. И это мы с вами очень легко можем продемонстрировать. Вот. Давайте попробуем. Давайте. Давайте. У меня с собой есть растворитель. Вот. Это 646 растворитель, который используется у нас с вами для нитрокрасок. Давайте я вылью вот этот стаканчик. Его нужно совсем немножко. Его нужно совсем немножко. А теперь спрячьте его в ладошке и попробуйте туда опустить вот этот кусочек пенопласта. Давайте посмотрим, что будет происходить. О, чудо! Пенопласт у нас исчезает в вашей руке. Вот. Мы рассматриваем это как фокус. Но на самом деле происходит ничто иное, как растворение у нас с вами полистирола в растворителе. Притом, прошу отметить, то количество, которое растворено, это ничтожное. Вот. Притом, я достаточно много налил растворитель. Можно было налить в три раза меньше, и все равно оно получилось. Притом, кстати, уважаемые телезрители могут провести такой... Ой, прошу прощения, опыт дома со своими детьми и показать как раз, что именно в пенопласте греет, не греет, не греет, не дает утекать теплу в воздух. То есть, по сути, теплоизоляционные материалы у нас нисколько не греют, они не дают нам остыть. Да. Теплоизоляционные материалы тепло не производят. И если кто-то думает, что, например, у него по улице проходит труба, которую нельзя, например, заморозить, например, водопровод, и он ее обмотает теплоизоляцией, то только процесс замерзания он не предотвратит, он его отсрочит. Просто он будет происходить намного-намного дольше. И весь секрет это именно в полости, которая заполнена с вами газом. Вот, например, другой материал. Да, кстати, о пенопластах мы начали разговаривать. Это полистирол. Есть еще пенопласты на основе у нас с вами изоционатов, полиуретанов. Притом каждый, кто хотя бы раз пользовался монтажной пеной, он сам, того не замечая, проводил химическую реакцию. По одной простой причине, что внутри этого баллончика находятся, по сути, два компонента, из которых потом получится пена. А вот, и они между собой не взаимодействуют по одной простой причине, что там нет катализатора. Катализатором для вот этого процесса является вода. И если кто-то внимательно читал надписи на баллончике, там все время написано, что то место, где будет носиться пена, побрызгайте. Это как раз нужно для того, чтобы появился катализатор для образования пены. Но, даже если не побрызгайте, все равно пена будет образоваться, потому что в воздухе содержится вода, которая будет участвовать в этом процессе. Но, если взять сосуд, оттуда откачать воду, пары, например, поместить какой-нибудь поглотитель, ну, очень хороший поглотитель, например, хлорид кальция, можно поместить туда силикагель, циолит и туда выпустить пену, то это просто вылиться лужица какой-то жидкости, которая никак не будет между собой взаимодействовать. Но стоит туда хотя бы капельку воды капнуть, она тут же превратится, соответственно, в пену. Притом, кстати, этот материал разработан не так было давно, это в 60-х годах. Я могу сейчас ошибаться, по-моему, имя было его Отто, а фамилия Байер. Да, тот самый Байер, который Байер, Берлинхимия. Это внук основателя Адольфа Байера. Еще один материал, тот тоже сделанный из полиуретана. Мы его прекрасно знаем, этот материал используется как в теплоизоляции, как обив, самый эластичный элемент у нас с вами для беруш, как элементы мягкой мебели. Мы его называем поролон. Но здесь есть интересная особенность. У меня занимался парень из Ирака, и мы собирались с ним установку, в которой была очень большая погрешность из-за того, что датчики тепловые не были теплоизолированы. И у меня была губочка. Я взял этот датчик, вот так вот обернул, вот, стянул его стяжечкой и понял, что все в порядке. Хорошо. И таких датчиков было 8 штук. И я им говорю, езжай на рынок центральный, там, говорю, мужчина продает губки из поролона. Он на меня смотрит, говорит, а что это такое? Я говорю, ну вот, поролон. Он смотрел, говорит, поролон, я, говорит, не знаю такой материал. Я говорю, ну как ты не знаешь? Говорю, вот это называется поролон. Говорит, нет, не знаю. Я сажусь из-за интернета и выясняю очень быстро, что оказывается поролоном. Поролон зовут только в России. До недавнего времени, до недавнего времени, вот как мы называли с вами все абсолютно копировальные аппараты? Ксеркс. 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 По одной простой причине, что в Советский Союз только одна фирма поставляла у нас копировальные аппараты фирмы Ксеркс. Кстати, правильно, мне тут раз поправили, называется она Зиркс. А вот, а вспененный полиуретан в СССР поставляла только одна норвежская фирма под названием? Поролон. Поролон. Вот, и, соответственно, как только я ему сказал, привези мне вспененный полиуретан, он слов не сказал, уехал и где-то, наверное, через час привез. Вот, тоже, соответственно, можно использовать его как для теплоизоляции. Кстати, понять, может ли материал быть теплоизоляцией или нет, очень легко. Ладошку положить. Если ладошка становится тепло, значит тепло от ладошки очень плохо утекает. Как, например, если к металлу руку положить или стекло, оно холодное. А, например, к вате или к одеяльцу, она, соответственно, тепленькая. Вот, что еще люди применяют? Например, вот такой вот интересный материал, красивый, похожий на мини-картошку. Это у нас с вами... Керамзит. Керамзит, да. И из него производят еще огромное количество изделий. Если посмотреть, что лежит на чердаках в наших домах, на квартирах, это именно керамзит. А вот, а секреты очень простые. Я сейчас, с вашего позволения, сломаю. А вот мы видим с вами внутри поры, в которых точно так же находится воздух. И как раз именно воздух, находящийся в этих порах, и выполняет функцию у нас с вами теплоизоляции. Мне кажется, здесь нужно разграничить вещества, которые являются теплоизоляторами. Есть вещества синтетические, есть искусственные. И вот керамзит является у нас веществом, по сути, искусственным. По все искусственным. По большей части, что можно назвать у нас с вами из естественной теплоизоляции? Ну, практически ничего. Даже если... Ну, это тоже природные материалы, по сути, специальным образом переработаны. Да, это специально... Это глина. По сути, керамзит – это специальная глина, в которой содержится очень много мела и соды. Когда я начинаю глину нагревать, она из кристаллогидратов, сегодня такие умные слова буду применять, переходит у нас с вами в другие состояния. Но из-за того, что там содержится сода и мел, они при нагревании разлагаются и образуют газы. А эти газы приводят к тому, что образуют, соответственно, поры. Это как раз специально называется газифицирующейся глиной. Тоже применяется в качестве теплоизоляции. В чистом виде, может быть, природные материалы используются. Но это солома, может быть, тростник, может быть, камыш. Но не более того. И даже в чистом виде их тоже не применяют. Может, у кого-то дома на даче, может, у кого-то в деревне теплоизоляция. Например, у бабушки у меня, у частного дома, у них вот так сделана теплоизоляция чердака. Но солому не применяют в чистом виде, потому что хотим мы того, не хотим. Влага есть в воздухе, она ее будет впитывать и гнить. Ее всегда перемешивают тоже с глиной. Так что тоже, по сути дела, искусственный материал. Но то, что мы сейчас применяем, это практически все продукты химической технологии. Продолжаем с пенопластами. Также пенопласты бывают еще из карбамид фармидигидной смолы. Это достаточно качественные пенопласты, притом они безопасны для здоровья. Притом, хотел отметить, что... А вообще пенопласт, он опасен для здоровья? Знаете, если он синтезирован грамотно, если там минимальный остаток мономеров, они безопасны. Но пенопласты опасны при горении. Вот это надо понимать, это надо учитывать. И если нас сейчас смотрят юные зрители, дорогие друзья, никогда не поджигайте пенопласт и тем более не дышите его выделением. Ничего от этого хорошего не будет. Да и вообще ничего лучше не поджигайте. Огонь – это враг. Запомните раз и навсегда, что вор в доме оставит хоть что-то, огонь не оставит ничего. Еще, кстати, сейчас очень популярный такой строительный материал, который называется сэндвич-панели. Очень много наших современных торговых центров построено таким образом. У них либо металлический, либо бетонный каркас. А теплоизоляционный барьером с окружающим миром является сэндвич-панель, который из себя представляет оцинкованная, крашеная сталь. За ней 100 или 150 миллиметров полиуретанового пенопласта, вот как из баллончика, и снова, соответственно, оцинкованная сталь. Если вот как раз посмотреть, это магазин «Линия», это магазин «Семейный магнит». Ну, может быть, еще очень много там всевозможных заправок, моек. Они вот именно построены вот по такому принципу. Ну, такие легко возводимые конструкции. Притом, снаружи металл, его функция только одна – защитить от эрозии и разрушения, соответственно, теплоизоляционный материал. А вот уже функцию теплового барьера выполняет у нас с вами пенопласт. Вот замечательный материал, еще вы с собой принесли в студию. Это, наверное, стекловата или что это? Это минеральная вата. Это, кстати, тоже очень интересный материал и тоже применяется он активно в строительстве. И чем он хорош? Он не горючий. Если пенопласт достаточно горючий и его продукты сгорания опасны, то это минеральная вата. Минеральная вата, притом, здесь надо с горностью ответить, что в России не так уж много заводов производства минеральной ваты. Один из них находится у нас в поселке Статин, но теперь получается в городе Тамбове. Что это такое? Сразу расскажу. Камень тоже плавится, но его надо просто до высоких температур нагреть. То есть берут на заводе, получают искусственную, по сути, магму, а потом в зависимости от технологии. Вот у нас здесь в Тамбове что применяют? Берется струйка магмы, ну приблизительно вот где-то вот может быть в три пальца, и льется на очень-очень быстро вращающиеся волки. Капелька, попавшая у нас с вами на волок, приобретает скорость и начинает от этого волка улетать. И когда она улетает, она вытягивается и превращается в тонкую-тонкую ниточку. А вот, ну, но, в принципе, здесь пока химии нету. Это чисто физический процесс. Расплавить и камень из вот такого вот образования превратить во что-то, соответственно, более такое похожее на волокнистый материал. Здесь пока у нас с вами химии нет. Но, смотрите, какая ситуация. Эти ниточки, они достаточно длинные, они измеряются у нас с вами сантиметрами и очень тонкие. Они около десятков микрометров. Но, посмотрите, пожалуйста, они не рассыпаются. По одной простой причине, что когда превращают их в ниточки, их пропитывают связующим. Вот здесь с вероятностью 99,9 использовалась фенолформигинная смола. Потом это нагревает, фенолформигинная смола отверждается и удержит у нас с вами иголочки между собой. Есть еще стекловата. Она отличается в том, что если вот эта делается минеральная вата из камня, в основном применяется габрдиабаз, используется, соответственно, в качестве добавок доломит, то там используется стекло. Там используется стекло, особенность заключается в том, что там иголочки немножко толще, но они длиннее. Получается, стекловата, она более такая вот мягкая на ощупь. Ну, кстати, это тоже достаточно хорошая качественность минеральной вата. У меня к вам вопрос. Насколько долговечны эти материалы и сколько они могут прослужить? Все зависит от конкретного материала и от конкретных условий. Вот, например, полистирол может прослужить до 50 лет, если он, соответственно, либо штукатурен, либо закрыт у нас с вами, например, сценыч панели. Полиуретан, вот вспененный вот такой вот эластичный, к сожалению, более 10-15 лет не служит. А вот тот, который из баллончика, может прослужить у нас с вами и до 80 лет. Но есть один маленький еще нюанс. Полиуретановый пенопласт очень боится солнечных лучей, часто ультрафиолета. И многие, наверное, замечали, что если окошко новое поставили и не закрыли откосы, то через некоторое время он просто начинает рассыпаться. Поэтому, если действительно где-то есть воздействие солнечных лучей, либо покрасить просто обычной водоэмульсионной краской, либо заштукатурить. Вот этот материал, вот этот материал, в принципе, при нормальной эксплуатации не имеет у нас с вами срока водности. Он был сделан из того материала, которому больше 6 миллиардов лет, и превратился в то, что может прослужить еще столько же. Единственное связующее. Что боится минеральная вата? Она не любит, когда ее мочат. Хотя в рецептуре производства минеральной ваты добавляют специальный веществ, который называется у нас с вами гидрофобизатор. Все равно ее лучше не мочить. Она от этого только у нас с вами слеживается и начинает разрушаться. А в сухих помещениях, в хорошо изолированных отсеках, она служит очень долго. И еще раз говорю, срок службы у нее практически не ограничен. Кстати, как срок службы не ограничен у керамзита. То есть, если, например, солома с глиной перемешанной, все равно через некоторое время потребует замены, потому что она сгниет, то керамзит будет практически вечно. И то, что у нас его применяют в теплоизоляции в многоквартирных домах, это, в принципе, неплохо. Это, в принципе, неплохо. Есть еще материалы, например, экструзионный полистирол. Он отличается тем, что он более плотный, соответственно, более прочный. Но там и есть, соответственно, недостаток. Кроме коэффициента теплопроводности, есть еще коэффициент температуры проводности, который говорит, что температура проводится тем хуже, чем ниже коэффициент теплопроводности, ниже у нас с вами плотность и ниже теплоемкость. А если я начинаю его уплотнять, то у нее плотность начинает, соответственно, расти. Какой бы совет вы могли дать нашим телезрителям в конце программы по поводу того, что можно ли, где можно использовать эти современные материалы, которые удерживают тепло в наших домах? Давайте сакцентировать на этом внимание. Ну здесь вот какая ситуация. Еще раз повторю, сэкономленные деньги это заработанные деньги. И если у вас есть возможность теплоизолировать свое жилище, то вы сэкономите и на его обогреве, и продлите срок службы того материала, из которого он построен. Потому что хотим мы того, не хотим, под действием температурных перепадов за счет набора влаги он портится. И еще, кстати, есть один материал, о котором мы с вами не поговорили. Он вроде бы относится к сохранительным материалам, но я бы его отнес в том числе и к теплоизоляции. Это у нас с вами газосиликат. По сути, он прочность имеет достаточно низкую, хотя в принципе до трех этажей можно дома из них нормальные строить. Но при этом за счет большого количества пор, которые там образуются, он тоже относится к классу теплоизоляционных. Притом хочу сказать, что эти поры образуются в результате выделения водорода. Артем Викторович, спасибо большое. Я думаю, нашим телезрителям было интересно познакомиться с современными теплоизоляционными материалами, которые помогут нам сохранить тепло в наших домах во время зимы и холодного времени года. Я напоминаю, что это была программа «Качество жизни» с Людмилой Марченко. До встречи. Субтитры создавал DimaTorzok